Вчера в 2 часа дня в поселке Первомайском, что на южной оконечности Первоуральска, на улице Фрунзе возле дома 48А приключилась газовая атака. Мусоровоз, газ 53, привез с местной свалки одному из жителей этого дома дровишки. Твердое топливо разгрузил, стал выезжать и задел своим автотелом газовую артерию между домами на Фрунзе 48А и Разина 45. Труба, конечно, не выдержала начиска и сломалась пополам. Газ потек в воздух, благо не произошло ни взрыва, ни пожара. Но это хорошо. Однако это полбеды. Местные газовики сломанный кусок перекрыли затычками с двух сторон и в результате этого нехитрого действия 51 дом в Первомайке остался без газа. А так как система отопления в этой деревеньке исключительно газовая, то получается чуть ли не весь поселок остался без обогрева. А на дворе зима, цельсиевые минуса. Хочется тепла, хочется жить, а хочешь жить, как говорится, вертись. Буржуйкой. Где-то она у вас была на огороде? Ну, была, сейчас поставили. А мы сейчас никак. Так бы и с печки были. Вот такая получается жизненная круговерть. Приехала машина с помойки, привезла дрова, читай, тепло одному гражданину, а оставила без тепла почти всю деревню. И ладно бы газовую трубу переломил какой-нибудь Икарус, там, Магирус или КамАЗ, а то ведь тоже газ. Все в этой жизни неспроста. Трона. Трона.